здравствуйте я решил не откладывать в долгий ящик проект с gp46 и другим снимателям вот пока еще все с пылу с жару и все пока под руками и поэтому уже собрал значит версию с новым звукоснимателем для этого потребовалось ну не так много времени фактически просверлить две дырки для подвеса gp46 в металлическом основании тонарма но минус установки этого дарма стоит в том что с установленным тонармом вот этот электро проигрыватель нельзя закрыть потому что задняя часть тонарма достаточно длинная просверлил его металлическом основании на уровне тех же позиций на которых он был закреплен в другом основании которое видно на предыдущем моем видео посвященным этому вопросу вот и поэтому значит если его на транспортировать надо будет снять его с подвески как-то положить проложить какую-то мягкую губочку и так только перевозить но в общем так как это экспериментальный вариант то естественно мы этого делать не будем а то есть он у нас не предназначен будет для транспортировки перевозки естественно тонарм я подключил напрямую минуя резистор там вот всю эту ерунду который там стоял регулирующий прям вывел наружу чтобы можно было подключить записываю устройство двигатель тоже там совсем немножко надо было смазать и плюс к этому он был на 127 вольт включен я переключил на 220 ради интереса с помощью программки из телефона я замерил скорость вращения диска этого устройства так не так плохо хотя конечно детонация при воспроизведении слышно то есть стабильность скорости не очень высокая но в общем-то для устройств того времени наверное трудно требовать что-то более высококачество они играли и ладно особенно с учетом того что сами воспроизводящие системы были с достаточно узким диапазоном два слова что мне удалось разыскать про тонарм значит в издании мрб 296 за 1958 год называется она бектобегов автор звукоснимателей есть звукосниматель который внешне очень похож на этот звукосниматель называется он звук 52 основные его технические характеристики по данным бектобегова это от 30 до 7000 герц ну наверное так и есть хотя в других источниках я для этого звукоснимателя нижнюю цифру нашел 75 тысяч герц прижимная сила для этого звукоснимателя составляет для при проигрывании обычных пластинок 30 грамм но я вот замерил прижимную силу для этого звукоснимателя вот такие цифры у нас с вами получились ну и для того чтобы услышать звучание этого звукоснимателя мы послушаем одну пластиночку это пластинка дерби выпущены в 1930 году более подробная информация о фонограмме и грамм пластинки приведена в описании к видео значит грамм пластинка восьми дюймовые 20 сантиметровой это формату который был распространен для ранних грамм пластинок на 17 8 воротов а потом он постепенно сошел на нет и уже основной позиции занял для мини пластинок формата 7 дюймов фонограмму я чуть-чуть обработал но обработал не в том смысле что я там что-то ее чистил или нет вовсе нет я просто взял и обрезал частотную характеристику от 50 до 7000 герц значит почему от 50 потому что имеет быть небольшой фон да и потом а звук как уже вы знаете радиоприемники того времени вряд ли воспроизводили частотную характеристику в нижнем диапазоне ниже 100 герц так что в этом нельзя было услышать в любом случае ну вот на этом все значит работой по такой я бы сказал даже не реставрации просто как бы развлечение связанные со старым гп-46 и старым тонармом закончены послушайте фрагмент грамм пластинки спасибо вам большое до свидания и до новых встреч а а КОНЕЦ 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 КОНЕЦ